Вы смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал Настоящее Время. Мы в штаб-квартире Радио Свобода и Свободная Европа в Праге, в кафе на крыше. Год Дубчика. Пражская весна, Прага 68, разгром Пражской весны. Все эти темы сейчас обсуждаются довольно горячо и широко и в связи с широким контекстом европейского 68-го года, с его революционными настроениями, вообще общемирового 68-го года и в связи с тем, чем для чехов и словаков был этот год. Год, который многие теперь оценивают как возможную репетицию перестройки Горбачевского периода. Если вы хотите, вы со мной можете поспорить. А вот о годе Дубчика, о политическом годе, о годе личном, о годе эмоций, страстей, военных доктрин, идеологии. Мы сегодня будем говорить с историком Ярославом Шимовым, обозревателем Радио Свобода, Ефим Фиштейн, политический журналист, русский и чешский, активный участник политической жизни конца 60-х, 70-х и так далее, комментатор политических событий постоянной, и Ондра Сокоп, обозреватель газеты «Господарские новыны». Я предлагаю нам для начала посмотреть опрос, который коллеги сделали среди молодежи пражской, что молодые люди знают и помнят о событиях этого года. Там есть несколько вопросов, на которые они отвечают, и иногда это, ну, какие-то довольно точные и ясные ответы, и иногда, конечно, ты понимаешь, что дети очень далеки от реальности и даже от изучения истории по этому вопросу. Знаете ли вы что-то о советском вторжении в Чехословакию? Что вы думаете по этому поводу? Знаю немного. На самом деле я пришла к выводу, что русская армия вторглась и оккупировала Чехословакию, закрыла границу, и люди не могли свободно передвигаться. Разные законы стали гораздо более жесткими. Я родом из Либерца, одного из тех городов, где было действительно плохо, где шла стрельба, погибли где-то 10 человек. Мои родители помнили об этом и много рассказывали, так что уже с детства у меня возникли не самые позитивные чувства к этому народу. У нас часто спорят, кто о нас освободил, русские или американцы. Я не знаю. Я родился в 1980 году. Я не хотел бы об этом что-то говорить. Был коммунистический режим, который вроде как работал, но не очень-то хорошо. Часть тогдашнего правительства, кажется, конкретно Дубчик. С этим пытались что-то сделать. Провели реформы, дали немного свободы, но это длилось недолго. Потом этих людей во главе с Дубчиком пригласили в Россию. Не знаю точно, что там с ними делали, но кончилось это все тем, что сюда приехали войска Варшавского договора. Я ничего не знаю, потому что родилась в 1993 году. А эти события, когда они были? Ну, тогда наши родители были еще маленькими детьми. К сожалению, я знаю не так много, как мой коллега, но я бы хотела сказать, что я на самом деле русского происхождения. Был ли правильным приказ чехословацкой армии не оказывать сопротивление? Не думаю, что это чему-нибудь помогло. Была ли у нас достаточно сильная армия для этого? Может быть, дело было в том, что после мировой войны прошло еще немного времени, и люди не хотели пережить еще одну войну. А в школах вам рассказывали об этом? Да, немного. Знаю еще, что мои родители не любили Советский Союз из-за этого. Ну, я ходил в школу еще в те времена, когда об этом нельзя было рассказывать. Ну, мне кажется, уже в этом опросе есть о чем поговорить. Во-первых, вот это наивное представление, или вообще отсутствие представления, что там делал Дубчик? Кто такой Дубчик? Почему он поехал в Москву? Что с ним такое делали? После чего ввели войска? И второй очень важный момент, мне кажется, обсуждавшийся в этом фрагменте, это почему чешская армия не оказывала сопротивления, или какова была вообще военная ситуация. Ундра, есть что прокомментировать, потому что услышал? Я думаю, прежде всего, что действительно прошло 50 лет, и для тех, которые родились уже в 90-е годы, это действительно глубокая история. Если, скажем, моего поколения родился в 71-м году, мы это знали, потому что наши родители, в общем-то, в этом достаточно активно участвовали, и плюс это же была, как бы, такая полузапрещенная тема. Соответственно, я, например, про это, как бы, узнал, когда мне было, я не знаю, 5 лет, наверное, когда у нас был какой-то гость, а я рылся в ящиках к моей маме и нашел значок, где был чешский флаг и дата 21 августа 68-го года. И я пошел к маме, я говорю, слушай, мама, а что это за дата? Она говорила, я тебе, как бы, попозже расскажу, да, и, в общем-то, мы понимали, что это какая-то такая, как бы, вот лучше при незнакомых людях про это не говорить, что, соответственно, невероятно подогревало наш интерес. Ну, потом-то мама рассказала, да, что это так? Конечно, да, и оказалось, что у нас куча книжек, журналов в то время, и это была такая, как бы, запрещенка, да, и для нас это было привлекательно, вот для тех, которые родились в 90-е, там уже этот ореол, как бы, запрещенности, его нету. Потом, наверное, была бархатная революция, для них это другая тема романтизма. Ефим, а, ну, прям сразу хочется спросить, что вы делали в 68-м году? Я был студентом 4-го курса, на переходе на 5-й курс, был тогда уже в Москве, да, журфак Московского университета, и уже тогда был на очень плохом счету, меня дважды наш декан факультета, Ясен Николаевич Засурский, спасал буквально от отчисления, был лишен стипендии. Я так понимаю, не за двойкие прогулы, а за политические взгляды. Конечно, я участвовал в правозащитных демонстрациях, начиная с суда над Синявским и Даниэлем, но не в этом дело, меня фактически от выхода на Красную площадь тогда спасло то, что я был на каникулах, был с любимой девушкой на Черном море в Сочи, и был там еще до вторжения в Чехословакию, за несколько недель до этого, то есть я уже не мог изменить местонахождение. Признаться, я думал в первые дни, что Прага будет оказывать сопротивление. Это не укладывается в чешскую ментальность. Чешская ментальность предпочитает одиночное сопротивление, одиночные героические фигуры, которые очерчивают как бы горящий круг, за который мораль уже не может отступить. Это пример Яна Гуса, Палака и многих других, Зайца и многих других. Но к вопросу о том, почему у Чехословакской армии не оказалось сопротивления, представление о том, что это была слабая армия против непреодолимой силы, совершенно неверно. Чехословская армия была вторая помощь после советской. 250 тысяч военнослужащих, прекрасно вооруженных. На всех учениях Варшавского блока она занимала всегда первые места. Но она была инфильтрирована и возглавлялась прямыми агентами КГБ. Министр обороны Мартин Зур, личный шофер Людвига Свободы, по тому времени уже президента, а до этого, как вы знаете, полковника в Советском Союзе, они все были прямыми или опосредованными агентами. И если министр обороны дает такой приказ, еще надо понять ментальность армии. Ведь они же все, ее начальство было коммунистами, они верили в Советский Союз. Они ездили туда на практику и на сборы. То есть очень глубокая привязанность и личная. Они не могли в один месяц переродиться. Они чувствовали движение общества, но переродиться не могли. И когда Дзор им отдал приказ оставаться в казармах, они, естественно, предпочли не оказывать сопротивления. Я тут еще вспомню и огромную русофилию послевоенную. То есть, насколько я понимаю, Чехословакия была искренне благодарна за Советскому Союзу, за освобождение и вообще традиционную достаточно для 20 века русофилию. Я правильно понимаю? Совершенно верно. И для 19-го не стоит забывать, что славянофильство вообще родилось здесь, в Чехословакии. Здесь были первые славянофилы, которые идею белого царя для всей славянской империи, сегодня бы сказали, для славянского мира. Она родилась здесь. Центральные фигуры были здесь. Они ездили в Россию тогда, можно сказать, на поклон царю. Потому что они хотели разрушить Австралию и создать то ли австрославянское государство, то ли перейти под белого царя. Короче говоря, любовь к России, я уже не говорю о культуре. Культура, разумеется, была пропитана любовью к российской культуре. Но любовь к России была велика. Она не изжита и сегодня. Огромный прием интеллигенции из русской эмиграции после революции. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. 100 до 120 тысяч. Вся вот такая вот история, которая внезапно заканчивается в августе 68-го года словами не только «Иван, иди домой», а еще и «Отец-освободитель, а сын-поработитель» был и такой слоган, если я правильно помню. Слав, может быть, комментарий по поводу армий не сопротивляет? Может быть, еще немножко к тому, что Ефим сказал по поводу истории чешского славянофильства. Она была не совсем прямо такой однозначной, потому что, допустим, одна из таких видных очень фигур чешского национального движения, возрождения середины 19-го века, Карл Давличек-Боровский, он съездил в Россию. Ему там уже тогда не очень понравилось. И его отзывы об этом... Он сам как бы значительно стал более прохладно относиться к разделявшимся им поначалу славянофильским идеям. И вообще течений было несколько. Был австрославизм, видный чешский историк, как тогдашняя главная фигура чешской историографии 19-го века Франтишик Палацкий, даже говорил, что если бы Австрии не было, следовало бы ее выдумать. На тот момент, к началу 20-го века, ситуация обострилась по разным причинам, об этом можно долго говорить. И, конечно, в том числе и славянофильское течение стало более сильным, более заметным. Достаточно сказать, что первый премьер-министр Чехословатской республики, Карл Крамаж, был православным по вероисповеданию. Женатым на русской женщине и активнейшим сторонником максимального сближения с Россией, вплоть до того, что пока в России не случилась революция, там были планы вот этой части, так сказать, национального движения, в случае победы России и держав Антанты, пригласить на чешский трон новой, свободного уже, так сказать, свободного чешского государства, кого-то из русских великих князей. Ну, в 17-м году эти планы, так сказать, успешно закончились. Закончились, да. Теперь вторая тема, что касается армии. Совершенно верно, Ефим сказал, что армия была, с одной стороны, достаточно мощная, с другой стороны, там не было большого доверия все равно по отношению к ней, особенно после начала реформ 68-го года, со стороны Советов, со стороны Москвы. Есть запись про такого заседания Политбюро от 6-го мая 68-го года, на которой Брежнев говорит, что есть проблема. На стороне, так сказать, западной стороне границы между ФРГ и Чехословакией сосредоточено более 20 дивизий американских и западно-германских. У чешских товарищей там тоже кое-что есть, но, честно говоря, не настолько много и не настолько хорошо, как хотелось бы. Мы рассматриваем это как проблема. То есть уже в мае шло дело к тому, что с военной точки зрения, как бы учитывая начавшиеся реформы, Чехословакия рассматривалась как проблема. И этот военный аспект я бы ни в коей мере не сбрасывал со счетов при обсуждении событий 68-го года. Потому что, если мы вспомним географию, Чехословакия как клин посреди тогдашнего соцлагеря, советских войск на тот момент не было. Они ушли в 46-м году после освобождения и после окончания Второй мировой войны. В западной части страны ушли американские, из остальной части советские. И вот беспокойство в советских военных и политических кругах на сей счет было. Значит, Слав, я правильно понимаю, еще раз, нет советского контингента на тот момент, который присутствует во всех остальных странах Восточного блока. Чехословакия рассматривается как западная граница советского мира, как бы мы сейчас сказали. Зона абсолютного геополитического, идеологического и военного влияния. И хорошо бы туда войти, да, на всякий случай. Вот смотрите, вот группировки войск советских. Западная группа войск, это ГДР. ГДР огромные группировки. Северная группа войск, это Польша. Южная группа войск, это Венгрия. А в Чехословакии ничего нет. Безобразие, безобразие. Это просто украинская ситуация. Это мне бывает напоминает, что НАТО подошло к границам России. Давайте мы срочно заходим в Украину для того, чтобы спасти всех. Русский мир. Это, разумеется, нельзя воспринимать достаточно точно. Это всего лишь ирония, разумеется. Потому что там есть целый ряд аспектов. То, что говорил Брежнев про концентрацию иностранных войск на западных границах, было ложью. Он мог обманываться сам, а мог обманывать товарищей. Факт тот, что он не мог не знать, что там никакой армии, ни американской, ни немецкой нет. Когда нужно было показать кадры, кинокадры, как готовится вот этот бросок на Чехословакию с запада, то показывали кадры фильма американского «Мосту Римангена», который снимался в городе Мост. Этот город был разрушен в связи с перестройкой. И его снимали как... А танки, которые стояли там американские, были кинотанки, естественно. Какая прелесть. То есть это такая паранойя, это обычная паранойя. Это то же самое, что происходит сейчас. То же самое. Добрые политики едят успешно собственную пропаганду. Все правильно. Я просто хочу сказать, что я снимал об этом периоде документальные фильмы, довольно фундаментальные. И беседовал с очень многими актерами или акторами, как сейчас говорят, того времени. Включая генерала Майорова, который командовал группой центра и входил в Чехословакию. И он сказал мне, а он был большим сторонником того, что произошло, естественно, как советский генерал бывший. Он сказал, что в сейфе у меня лежал марш-план или план марш-броска, я уже не помню, как это называется. Где вся эта операция уже с апреля, а может быть даже с конца марта была просчитана. И у меня уже лежал конкретный план броска. Конечно, потом ввели на север Чехословакии, в район Польши, большую группу, которая там стояла. Часть из нее проводила совместные учения. Не забудьте, что в июне 68-го придумали совместные учения. И советская группа войск, введенная в страну, не была выведена полностью. Она подошла к польским границам, но остались готовыми. Короче говоря, армия была советская. Совершенно готова к вторжению. Ждала только политического решения. И с военной ситуацией в Европе не имела ничего общего. Кроме того, как было сказано правильно, что хотелось бы заполнить это пространство военным образом каким-то. Это и было сделано. А пражская весна в этом смысле только послужила роль, если хотите, красного флажка. Дала хороший повод. Дала повод. Слушайте, это довольно необычный взгляд мы сейчас обсуждаем, такой инструментальный. Потому что обычно, когда говорят о пражской весне 68-го года, подчеркивается как раз ее общенародный, карнавальный, интеллектуальный характер, освободительный. Ну, я, например, имею в виду 2000 слов Людвига Вацулика, написанной 27 июня. Такой манифест свободы, что ли, под которым подписались многие люди. Работу театров, открытость прессы. Ну, вообще, вот все, что стало другим. Ундр, что об этом, значит, говорят ваши родители, известные вам источники и ваши старшие товарищи? Ну, конечно, вот эта вся военная тема, она была где-то на уровне какой-то большой геополитики. Да, чехословацкая армия, даже если бы, может быть, и хотела, например, как-то сопротивляться, то с военной точки зрения это было абсолютно самоубийственно. И плюс, надо сказать, что сама армия была коммунистической. То есть в конце 40-х, начале 50-х, там фактически все... Старшие командиры прошли Вторую мировую, я думаю. Ну да, и те, которые воевали на Западе, да, в Великобритании и так далее, то есть все они были вычищены, как бы, из армии. И наоборот, туда пришли, как бы, идеологически подкованные кадры. Заводящие с Советским Союзом, с компартией Советских. Понятно. Для них, в общем-то, тоже было шоком само вторжение. И для многих это действительно было, как бы, такой трагедией личной, потому что они-то верили. Они любили Советский Союз и так далее. И для них это было как предательство всей своей жизни, в общем-то. Для большинства, особенно вот молодых, для, скажем, деятелей культуры и так далее, это действительно был такой праздник, в смысле, что вдруг можно было опять говорить. И казалось, что вот этих несколько лет, скажем, с 48-го по, условно говоря, 56-й год, или даже, может быть, 53-й, когда действительно были сталинские репрессии, конечно же, не сравнить с масштабами Советского Союза, но, тем не менее, что касается атмосферы, она была похожей. Это было просто такое исключение из правил, которое просто мир сошел с ума, но нам не надо долгое время, а мы опять возвращаемся к тому нормальному состоянию Чехословакии, которое берет лучше от социализма и лучше от демократии. То есть это все было укорнено, что мы вообще-то, как бы, не Советский Союз, мы, конечно, как бы, коммунисты или, там, ну, хорошо, социалисты. И тогда, то есть это не проблема, но сейчас мы будем, как бы, делать свой социализм с человеческим лицом. Я хочу про все-таки фигуру Александра Дубчика, чтобы мы сказали какие-то слова, потому что сейчас этот человек, для меня, конечно, выглядит абсолютно исторической абстракцией. Вот как для молодых людей, которые говорили, что-то там с ним такое в Москве сделали. Ему 46, кажется, лет, когда он становится руководителем ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Первое, что он делает после своего назначения, он едет на хоккейный матч для того, чтобы быть ближе с народом. Дубчик 68-го года, каким мы его себе представляем? С одной стороны, он ездит целоваться с Брежневым, о чем есть соответствующие фотокарточки, и Брежнев называет его наш Саша, я верю нашему Саше. Наш Саша не подведет. Или наш Саша не подведет, как-то так это все цитируется. А с другой стороны, это человек, который внезапно открывает окна свободы для всех. Лена, ты вначале провела параллель между Перестройкой и Пражской весной. Эта параллель, разумеется, существует. Но надо понимать смысл этой параллели. Она не в том, что коммунисты попытались совершить глубокие коренные преобразования реформистского типа и так далее. Это параллель в одном месте. Если свести всю тематику к самому одному короткому предложению, то это будет то, что партия коммунистическая заблуждалась, думая, что она руководит судьбами страны, что она предлагает реформистскую программу и способна ее реализовать. Как в случае с Горбачевым, так и в случае с Дубчиком. Очень быстро оказалось, что она ничем не руководит и ничто никуда не ведет. Что она стала щепкой на гребне большой народной волны, которая сама течет туда, куда эта народная волна устремляется. И партия перестает ей руководить. Дубчик пришел к власти под лозунгом «Социализм с человеческим лицом». Это было не случайно. Он действительно хотел не устранить социализм, а усовершенствовать его, дав ему человеческое лицо. Косметический ремонт такой. Косметический ремонт. Точно так же. Такую же ошибку в кавычках. Это не историческая ошибка, конечно, но это партийная ошибка. Совершил Горбачев, когда сочетал свою перестройку и ускорение с гласностью. Он же ведь собирался ускорять не капитализм, а социализм. Он собирался семимильными шагами идти к коммунизму. Вот в чем смысл. Но как только он открыл шлюзы свободе слова, гласности, то население стало играть по своим законам. В Чехословакии буквально он не собирался отменять цензуру. Цензура пала, как сказал на собрании Павел Когоут тогда. Цензура пала. То есть дубчик ее не отменял. Она действительно как отвалившееся, родимое пятно, как что-то устаревшее. Она отвалилась и пала. Потому что цензуры перестали приходить в здание цензуры, перестали что-либо цензурировать. Сами. Стихийное развитие. И это произошло уже в феврале, 18 февраля того же года. Понимаете, в январе сменился генсек, персек. А в феврале уже общество буйствовало и шло по-своему. И напрасно пытался дубчик вместе со своими товарищами по ЦК, из них многие были реформисты, а многие сталинисты, пытался представить народу нечто, как бы какое-то целеполагание. Называлась это программа действий КПЧ, принята была уже в апреле. Многое из того, что Горбачев потом предлагал, уже там было в программе действий. Там было самоуправление, заводское создание заводских советов, территориальная форма самоуправления. Но еще оставалась руководящая и направляющая роль Компартии. Представьте себе, апрель. А в мае уже оказалось, что в стране полно зародышевых, но уже существующих политических сил. Они появились то в виде клубов, активных, беспартийных, клуб политических заключенных, то в виде уже партий, потому что начала возрождаться социал-демократия, которую запретили коммунисты после 1948 года. Она как бы слилась с Компартией. Вдруг она опять появилась, там появились старые деятели, которые не вошли в Компартию. И она потребовала, она подала заявку в Министерство внутренних дел на регистрацию. Представляете себе, что в течение буквально 4-5 месяцев страна оказалась в ситуации плюрализма политического, чего Дубчик вообще не представлял себе во сне. Но почему он не мог закрутить эти гайки, как этого требовал Брежнева? Ну потому что он себя чувствовал на этом гребне народной волны, которая его несла. Его очень любили. В населении еще не было такого популярного коммуниста, коммунистического руководителя, как Дубчик. Это что касается заслуг. Что касается не заслуга, а то, что он был исключительно слабым человеком. Многие хорошие люди оказываются плохими политиками. Он был очень слабым человеком. Он не смог противостоять ни своему населению, ни партийным товарищам из Москвы. Хотя его Брежнев буквально уговаривал. И закончилось Дубчика его внутреннее эмоциональное развитие тем, когда во время последнего телефона разговора с Брежневым, Брежнев сказал ему, Саша, ну ты что, ты же мне обещал в Чиерне, обещал, что снимешь Голчтюкера, Пеликана. Это были руководители средств массовой информации в значительной степени. Пеликан, и же Пеликан был директором телевидения, директором, представителем союза писателей был Голчтюкер. Всего о трех там шла речь. Ты же обещал, что ты их снимешь, а Дубчик ему на это ответил, Леонид Ильич, выполняйте свои указания, что он диктует Политбюро, выполняйте. Я их снимать не могу, потому что это означало бы идти против своего народа. А этот Дубчик тоже не мог сделать. И вот он как бы болтался между этими двумя силами. В результате он был сам удивлен вторжением и сказал, как известно тогда, это они сделали мне. Он же был настоящий коммунист, проверенный. И русофил, в принципе, человек, который вырос на территории Советского Союза в Киргизии. Это они сделали мне. По-русски он говорил почти без акцента. Он говорил прекрасно по-русски. С Политбюро говорил по-русски всегда. Ундра, есть добавить что-нибудь к этому портрету, политическому партию, то Александр Дубчик. Может быть, только вот мое личное воспоминание как раз вот с ноября 89-го года, потому что Александр Дубчик после того, как его сняли со всех постов и скучили с партии, то он жил в Братиславе, в общем-то, тихо, незаметно, работал в каком-то предприятии, если я помню, юристом, и в общем-то, никак не подавал никаких знаков жизни, да, он не присоединился к диссидентам. Только вот в 88-м году он дал интервью в одной итальянской газете. Так он немножечко всплыл, да, и когда вот началась бархатная революция, то он через несколько дней тоже появился и приехал как раз вот в Прагу на один из крупнейших митингов того времени. И я помню, как все как бы ждали, вот это была эта легендарная фигура, которая, чье имя просто люди рисовали где-то на стенах, и так далее, он ассоциировался с этим движением. И он начал говорить, и это был такой партийный язык, вот такое стилистика. Какое разочарование, я представляю. Какое разочарование. Там я не знаю сколько, 300 тысяч человек, как бы смотрел, да, мне как бы время уже... Казалось устаревшим. Время уже ушло. Конечно, да, его время ушло. Вот причем как бы вот, когда вот он выходил на эту трибуну, там просто вот толпа просто скандировала его имя, когда он закончил, ну так как бы вежливо похлопали. Вежливо похлопали, и все, да. Прежде чем Дубчик ушел, он уходил со своих постов, вернее его выжимали из всех постов, последовательно. Он как председатель федерального собрания еще успел подписать тогда уже при Гусаке, но это начало, Гусак сменил Дубчика, и Дубчик подписал закон об использовании полицейских обушков. Он так и вошел в историю как дубинковый закон. По этому закону уже разгоняли, били, арестовывали чехов, которые попытались отметить первую годовщину вторжения. 69-й год, точно. 69-й август, мощными демонстрациями. Их уже разгоняли по Дубчиковскому дубинковому закону. Это одно обстоятельство. Другое, я это прекрасно помню, когда вокруг подписания Харти 77, в квартире Харти, я подписал тоже, позднее чуть, но я помню, когда подписала второй список, так называемый, и в штаб-квартире, можно сказать, в среде людей вокруг Гавила хотели, чтобы подписал и Дубчик. Это очень укрепило бы позиции Харти. И посредством одного общего знакомого и Дубчика, и Хартистов, пана Кусова, один из немногих словацких коммунистов, который и не поддержал вторжения, протестовал, а потом подписал Хартию. Всего 4 слова, когда подписали Хартию, и Кусы отправился к Дубчику с копией Хартии. Дубчик внимательно прочитал, это известно все это в воспоминаниях, прочитал и сказал, что это не мой путь, я остаюсь коммунистом, я буду общаться с центрами коммунистического движения в Италии, в Испании тогда разворачивалось движение еврокоммунизм, если помните, и он никогда не подписал Хартию. То есть, это была весьма, я бы сказал, почти шизофреническая раздвоенность. Но почему он оказался таким демократом? Что, во-первых, он добрый человек, просто сам по натуре очень добрый человек, мягкий, вежливый, добрый. А, во-вторых, демократизм это форма существования чехословацкого общества. Это врожденный, я бы сказал, унаследованный культурного типа демократизм. Не то, что идейное, от головы идущее познание, что демократия лучше, а просто бытовое восприятие мира. Когда, что меня всегда поражало, когда министр, пробегая по лестнице и видя поломойку, которая мыла лестницу, он всегда останавливался и говорил пани Иновакова, как дела, как ваши внучки, как... Вот такое сердечное отношение, оно было и при коммунизме, потому что этого как бы выхолостить из сознания народа нельзя или очень непросто. Вот таким был Дубчик, он любил очень людей, он с ними встречался, они его целовали, знаменитые актрисы, дарили ему цветы, и он не мог ни пойти против своего народа, ни пойти против своей идеологии коммунистической. Вот для того, чтобы закончить этот эпизод нашего разговора, я предлагаю нам посмотреть записанный мною заранее в Москве разговор с Томашем Гланцем, словистом. Томаш говорит о том, что 68-й год вообще был отмечен такой театрализацией политики и приходом политики в театры, что это были взаимные вещи, это касалось не только Чехословакии, это касалось Европы в целом, и в частности напоминает о том, что процесс театрализации начался еще в середине 60-х до 68-го. В политической практике вот такая театрализация общественной жизни, она, безусловно, сыграла большую роль. А в Праге это можно отнести, например, уже в середине 60-х годов к выступлению Алана Гинсберга, и к традиции так называемого майалеса, таких студенческих, это студенческих таких карнавальных манифестаций, которые происходили именно в мае и носили в том числе и политический характер с определенного момента. И Алана Гинсберг, который приехал тогда в Чехословакию, кстати, Советского Союза, где он был принят очень тепло, как представитель левой коммунистической американской литературы и интеллигенции, он приехал в Чехословакию, где был избран королем майалеса. То есть это был гигантский перформанс студенческого движения того времени, который показал, как практика художественная, в том числе театральная, и практика политической, общественной деятельности в определенный момент начинают друг друга обслуживать своим набором приемов и своими инструментами, так сказать. И в самом 68-м году возникают тоже образы с политическим содержанием, которые совершенно не основаны на неких утверждениях или политических заявлениях, которые чисто визуальны. Например, одним из самых сильных таких образов праческой весны, как мне кажется, это могут быть конечно разные взгляды, но я думаю, что это не будет несправедливым, если сказать, что одним из самых мощных образов является генеральный секретар коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчик в плавках, который идет купаться, который на досуге даже там прыгает с вышки в месте, где с ним купается народ. Это не закрытый какой-нибудь бассейн политбюро, а это общественное место, и фотодокументация этого события попадает на обложку журнала «Младий свет», это в переводе на русский «Молодой мир», очень популярный журнал того времени, и весь народ видит своего генсека в плавках, который улыбается своей незабываемой улыбкой, и это становится образом, который гораздо мощнее самых заявлений политбюро, поскольку на уровне политических событий «Правская весна» является несколько странным сегодняшней точки зрения, освобождением странным социализмом человеческим лицом, поскольку не оспаривается ведущая роль коммунистической партии. В одном самом радикальном тексте, который был опубликован Вацлав Гавель, тогда предлагает, что, может быть, однажды имело бы смысл думать о создании еще одной партии, что была не только одна коммунистическая партия, но была еще одна партия. То есть вообще не обсуждается всерьез система демократической политической системы, как она известна в Западной Европе, и тем не менее возникает ощущение эйфории, которая обоснована, это не ложное впечатление, но если думать о том, на чем оно было основано, то я думаю такие визуальные перформативные какие-то символы играют значительную роль. Ну, коллеги, чудесная история, плавки дубчика, да? Плавки, я хочу не о плавках дубчика, а о другом эпизоде, тоже связанном с плавками и с другой страны, немножко из другой эпохи. Он просто хорошо иллюстрирует, как изменилось в течение 20 века вот к 68 году политик. Первый эпизод относится к 1920 году Германии, когда некий фотограф, газету иллюстрирует и цайтунг подловил купающихся. Тогда, значит, только что произошла, закончилась Первая мировая война, в Германии установилась республика, та самая авиаморская. Правят социал-демократы, президент Фридрих Эберт и его ближайший сподвижник Носке, министр внутренних дел. И вот их поймали, как они купаются в каком-то озере, они сфотографировались улыбающиеся, опять же, в плавках в таких той эпохи, длинных таких. И это на первую полосу, опять же, как в случае с Дубчиком, дала вот эта самая газета. Это вызвало буре возмущения. Это воспринималось как унижение государства, унижение достоинства поста президента и министра внутренних дел. То есть фу, сказала большая часть общества, включая даже многих избирателей социал-демократии. В 20-м году было вот так. То есть политик должен стоять на пьедестале, там, в цилиндре, в строгом костюме. А в 68-м году было стремление увидеть политика в плавках, увидеть его простым, таким же человеком, как и все остальные. Слава, я вспомню здесь слова. Сексуальная революция происходит в те годы, происходит освобождение, происходит либерализация поля запретов и цензуры. И мне кажется, это тоже было одним из подтекстов пражской весны. Но очень многие люди вспоминают, что для того, чтобы подразнить, что ли, советских солдат или показать им свое возмущение, парочки демонстративно целовались на улице. Это... Все же не Париж. Все же не Париж в том же 68-м году. Там покруче. Окей, окей. Я как раз хочу про атмосферу немного поговорить, атмосферу и пражской весны, и того, что случилось после вторжения советского. Ефим, вы приехали в Чехловакию в каком году? 69-м в конце. И это была эмиграция? Ну, несомненно, но это был тот вариант дозволенной эмиграции, когда человек женился или выходил замуж, девушка, и я приехал сюда на постоянное место жительства со своей молодой женой. Но я хочу сказать, почему дубчик в плавках? Конечно, никто этих аналогий с далеким прошлым не делал, кроме историков их и не знает никто, но тот смысл, который был на поверхности, который чувствовали все, или понимали, или чувствовали селезенкой, было то, что это было совершеннейшее исключение из нравов и порядков коммунистического общества, в котором мы жили. Почему? Во-первых, дубчик не был геронт, ему было, как вы сказали, 46. Во-вторых, он стройный, молодой, в плавках. На лице довольно грустная улыбка печального пьеро, но все-таки улыбка. Он в этих плавках разительно отличался от всех товарищей по партии. Ну, представьте себе, на одну секунду Брежнева, прыгающего... Не-не, невозможно. Невозможно. Это выглядит так... Это комично. Я не говорил фотографии в плавках, но они просто никогда не публиковались. Это настолько комично. Это комично. В то время, как именно этим можно было гордиться. Что касается культурной атмосферы, то, конечно, это заслуживает особого разбора. Потому что пражская весна, потому она и... Хороша, что она коротка. Она не успела никому приесться. Она ведь всего продолжалась полгода, скажем так. Полгода. Когда я думаю об этом годе, почему я говорю год Дубчика? Потому что это год невероятной энергии. Он столько рефлексий породил культурной, исторической, но это очень короткое время. После этого полугодия начался примерно 20-летний период, который заменовался в начале нормализации. То есть приведение общества в ту норму, в которой живут Брежневы в своих длинных пиджаках и никто не прыгает в плавках. Но этих полгода хватило. Это был такой глоток, я бы сказал, глубокий глоток свободы, который позволил пережить последующих 20 лет. Потому что каждое поколение живет ведь этим символическим глотком. Его хватает на одно поколение. И это поколение знало, что такое вот эта свобода в ее тогдашнем исполнении. Что это значит? Пала цензура в любом виде. И, кстати говоря, и та же самая сексуальная революция, она здесь проявлялась. Пала цензура это означало совершенно уникальное положение журналистов, еще тогда независящих от финансирования, потому что они же все были газетами или телевидением государственным. То есть они получали регулярно зарплату, но могли писать все, что угодно. Все, что угодно. Многие потом за это и поплатились, но были замечательные карикатуры, я их одно время собирал, где высмеивался Советский Союз, наоборот превозносилась демократия, и все это, как говорится, за государственные деньги, за счет тогдашнего коммунистического государства. Театры ставили все, что угодно, тогда и абсурдный театр, и хэппенинги, так называемые, хэппенинги всех видов. Кстати, Маялэс, это студенческий карнавал, тоже вид хэппенинга. Там сочеталось культурное и политическое естественнейшим образом. То есть, посреди культурного события произносились политические лозунги, да и само слово свобода перестало быть запрещенным, но еще не стало захватанным, еще не стало девальвированным. То есть, это была уникальная атмосфера, которая бывает обычно короткое время. почему чехам в этом смысле повезло, что эта атмосфера полной свободы не успела выродиться, не успела надоесть, не успела стать обычным, то есть, неинтересным делом. Она была оборвана, пришла в грубая военная сила и оборвала ее. А значит, что она осталась для всех последующих поколений каким-то образцом, каким-то воспоминанием о будущем. То есть, хотелось снова вернуться к этой атмосфере всегда. Это довольно уникальная ситуация. Если бы так и было все, то, что коммунистический мир бы развалился, это само собой. Он, кстати, и начал разваливаться тогда. Из международных организаций вышли французы, итальянцы, все это вообще известно. Это факт, который говорит нам, то есть, это год, это событие, это советское вторжение, конечно же, резко пошатнуло авторитет Советского Союза, как в коммунистической общемировой конструкции. Я бы сказала, это был, конечно, удар самим себе по ногам, по рукам в смысле собственной репутации в деле коммунизма, как дело чистого, скажем так, чистого такого левого проекта. Одра, что меня немножко не устраивает в словах Ефима о романтическом этом образе и эйфорическом, 300 тысяч эмигрантов во времена эмигрирующих по политическим причинам из Чехии в последующие 20 лет, 150 убитых или около 150 непосредственно во время августских событий, несколько сотен пострадавших, атмосфера репрессий, которая так хорошо нам известна по романам Кундеры. Какова была степень травматического переживания чехословацкого общества? Сакрализованы ли эти жертвы? Существует ли их пантеон? Какое отношение к ним в дальнейшей истории существует? Обращаются ли к современной дети к ним как к историческим фигурам? Что-то такое есть? Я думаю, конечно, что эти жертвы не породили большой любви к русским, к Советскому Союзу вообще. Это вообще недопустимая история. Как вокруг этого такое облако информации существует? Ну, конечно же, сейчас, например, это все очень хорошо задокументировано. Все жертвы, большинство есть какие-то памятники, например, на местах, где они погибли. Надо сказать, что большинство из них это люди, которые попали под какие-то случайные пулы, были задавлены танком или транспортом. Это реалии. То есть мифологизация в, скажем, позитивном смысле, она скорее вокруг Яна Палаха и Яна Зайцева. Мы сейчас вернемся к его фигуре. Потому что там вокруг этого действительно это была такая одна из последних всплесков, как бы попытка все-таки сохранить хоть что-нибудь, хотя наверное большинство людей понимало после августа 68-го года, что сейчас уже будет все только хуже. И тогда уже началась эта эмиграция. Особенно у нас знакомые, как раз их отец, он отсидел как раз в 50-х годах и он 23 августа, два дня после вторжения, он собрал всех, посадил машину и уехал в Западную Германию, потому что я это уже видел, все. А можно было уезжать границу или открыть в то время до лета 69-го до весны. Я бы ограничил осенью 68-го, когда советские войска потом взяли на себя работу на границе и тогда остановился массовый выезд. До этого выезд был неконтролируемый. Одна из замечательных свобод на этом празднике жизни была свобода передвижения. Чехи могли уезжать за границу в любом количестве. Не возвращаться или возвращаться это их личное дело. Это очень важная информация. Я предлагаю сейчас нам посмотреть еще один отрывок из этого опроса молодых людей. Коллеги задавали вопрос как раз про Яна Палаха и вот про эту личную готовность выходить или не выходить на защиту демократических идеалов и как это воспринимается сейчас. Вы знаете кто такой Ян Палах? Что думаете о нем? Я думаю что его поступок был как раз реакцией на вторжение войск Варшавского договора на то что за ним последовало. Палах для меня не герой. Геройский поступок для меня это не сжечь себя а скорее идти за что-то бороться или например в чем-то убедить других людей повести их за собой но самосожжение это не героизм это поступок выражение такого странного отчаяния я не могу представить себе чтобы я сделал что-то подобное скорее уж идти бороться это была экстремистская реакция но чего еще можно было в тот момент ожидать он выразил таким образом свой протест таким крайним образом сейчас наверное это было бы невозможно в нынешней ситуации человек бы рассуждал более нормально если бы вы жили в то время вы бы вышли на улицы протестовали бы против вторжения я бы не пошел потому что идти с голыми руками против танков вряд ли что-либо из этого получится не знаю не знаю трудно ответить на такой вопрос коллеги ну вот дети реагируют вот так им вообще кажется это экстремизмом поступок Яна Палах отчаянием нужно идти бороться а не сжигать себя мне кажется это ну такое немножко непонимание исторического конечно контекста они говорят из себя самих как если бы это было сейчас или я не права как Ундра как вам кажется Я думаю что просто никто даже мне который родился как бы в начале 70-х трудно себе представить реальную атмосферу вот этих месяцев Атмосферу назовем ее политической и социальной депрессией которая переходит безусловно на уровень личной депрессии еще раз все это прекрасно у Кундера описано что мне кажется как бы самым депрессивным что если уже приводили аналогию с небеской сотней то в данном случае это были люди которых сами же чехи начали репрессировать они уже чехи без помощи как бы ну то есть под чутким руководством советских товарищей но фактически вот людей из партии из работы выгоняли как бы самые же чехи чехи разгоняли очень жестко демонстрации в августе 69 года и вот эта атмосфера чешская полиция с дубинками которые мы упомянули так что вот это ощущение что свои же люди начинают как бы сдаваться подчиняться и хуже даже сами используют свои цели это оно было как бы очень сильное и и то что Ян Павел сделал именно попытка мобилизации вот тех которые уже начинали терять веру и на какую-то вспышку это сработало на пару недель потому что его похороны там действительно уже была вылезла в демонстрацию да в огромную демонстрацию потом потихоньку все угасало Ефим вы помните реакцию чешского общества в тот момент вот на на эти события гибель людей гибель Палаха затем вот как это вам вспоминается разумеется здесь очень важно понять что глубочайшая травматизация чехословатского общества не было связано с тем что провалилась попытка создания некоего идеального социализма с человеческим лицом это было внеидеологическое чувство это было прежде всего чувство оскорбленного национального достоинства чехов Иоанн Палах сжег себя не потому что он хотел восстановить социалистический эксперимент он несомненно хотел активизировать население тем что напомнить им что они они оскорблены не как идеологи а оскорблены как народ как люди как униженные как общий да национальный организм это очень важно отметить во первых во вторых я и сам воспринимал кстати и вообще чехословатское общество тогда в момент самосожжения воспринимало крайне неоднозначно читал я полемики философов ведущих которые указывали на то что самосожжение не европейский способ сопротивления это азиатский буддистский способ сопротивления я все эти полемики хорошо помню и не хочу склоняться к какому-то однозначному одному выводу сам я сторонник активного сопротивления и мальчиком тогда я считал тоже что если уходить из жизни то нужно унести с собой хотя бы одного коммуниста врага и сегодня я склоняюсь скорее к активному сопротивлению но здесь возникает совсем другой вопрос до сих пор чехословатское общество не знает что такое реально активное сопротивление потому что при нем гибнут люди а вот увечить себя заключенным в тюрьмах было самое простое чтобы не убивать никого нанести повреждения себе известна психологическая самообманка но в то же время она работает и кто же победил вам возможно известно что палоха эксгумировали выкопали перевезли в родное в родное селение недалеко от Праги похоронили на участке родного дома фактически который можно было охранять никого туда не пускали чтобы не допустить демонстрации много-много лет сейчас он конечно снова это событие отмечается как центральное как центральное прошло 20 лет со временем его самосожжения и правительство считало что все забыто он достаточно оплеван обулган якобы стал марионеткой чужих людей которые ему сказали что огонь не сжигает не сжет и прочее и прочее но прошло 20 лет и первые демонстрации были не не ноябрьские а первые демонстрации были как раз в честь Яна Палаха и они бархатная революция уже события нет бархатная революция в ноябре а уже в январе 16 января прошел в Праге так называемая так называемая неделя Палаха в честь Палаха каждый день это 89-й год 20-летие совершенно 20-летие самосожжения каждый день полиция разгоняла водометами арестовывала еще пражская бархатная революция была бог знает когда через три четверти года люди уже этим рисковали потому что чувствовалось опять же в атмосфере что это событие является ключевым вот понять что это ключевое событие на что он и рассчитывал но оно не он наверняка будучи мальчиком рассчитывал на то что он повлияет на настроение сразу же через неделю две месяцы а оно все-таки оно было как бы бомбой замедленного действия но оно подорвалось эта бомба взорвалась под коммунизмом через 20 лет друзья мои благодарю вас вы смотрели и слушали радио свобода и телеканал в настоящее время год дубчика переходящий в год палыха как мы выяснили а сегодня во время разговора с Ярославом Шимовым историком Ефимом Ферштейном политическим журналистом русским и чешским активным участником политической жизни Чехословакии начиная с конца 60-х годов и Ондра Сокуп спасибо обзреватель газеты господарские новины вела программу Елена Фанайлова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова